Семинар проведет Георгий Голованов, он будет посвящен МИОНной системе для экспериментов Панда-СПД. Сколько времени хотите, Георгий? Я думаю, это порядка 45 минут, плюс-минус. Хорошо, начинайте. Использование прототипа пробежной системы и недавних результатов, которые получены с помощью этого прототипа. Ускорительный комплекс начинается с линейного ускорителя UNILAC 120-метрового, который ускоряет частицы примерно до 20% скорости света. И затем они поступают в кольцевой ускоритель СИС-18 с длиной окружности порядка 216 метров. И основным, так сказать, сердцем скворительного комплекса является кольцевой ускоритель СИС-100 на суперпроводящих с длиной окружности порядка 1100 метров. Он ускоряет ионы почти всех натуральных элементов в таблице Менделеева вплоть до 99% скорости света. И также в комплексе присутствует некоторое количество накопительных колец, один из которых High Energy Storage Ring HESSER. Он размером примерно с стадион и призван накапливать антипротоны с импульсами от 1,5 до 15 ГФ. Светимость 2 на 10,32 и достаточно высокое импульсное разрешение порядка 5 на 10,5. На рисунке представлены схематические виды всех ускорителей, и также красной стрелочкой указано, где находится Panda Detector на накопительном кольце HESSER. И ввод в эксплуатацию запланирован примерно на 2025 год. Комплекс НИКО тоже начинается с источника поляризованных протонов и битронов. Я хочу сразу оговориться, что ускорительная цепочка для физики, используемой для МПД и СПД, будет несколько отличаться. Поэтому я здесь расскажу только о том, какие частицы и какие пучки будут получены для СПД эксперимента. Используется вначале модернизированный линейный ускоритель ЛУ-20, и затем передается пучок в нуклатрон, где он ускоряется от 20 МФ примерно до 12 ГФ. Минетической энергии для протонов и поляризованный битронов, пучок порядка 5,6 ГФ на нуклон. Затем у нас идет коллайдер примерно такого же размера, как и накопительное кольцо HESSER, тоже 503 метра длина ускорителя. Он оперирует на фиксированной энергии частиц, инжектированных в коллайдер, в диапазоне примерно 7,27 ГФ. Туда попадают продольные и поперечно поляризованные пучки частиц по отношению к скорости частицы. И существует возможность сталкивать поляризованные частицы протоны с протонами, дейтроны и протоны с дейтронами. Ну и люминосити, как я упомянул, здесь будет тоже порядка 10 в 32-й, и диапазон, импульсный диапазон частиц от 2 до 13,5 ГФ. Ввод в эксплуатацию примерно запланирован на 23-й год. Ну, как это будет на самом деле в связи с текущими событиями, покажет время. Детектор Панда выглядит следующим образом. Это 4П-детектор с фиксированной мишенью. Пучок идет слева направо. Это пучок антипротонов. И предусмотрено несколько вариантов мишени. Это кластерная мишень, капельная мишень. Собственно, обе мишени позволяют достичь достаточную плотность водорода в точке взаимодействия. Ну и для физики, для рассеяния на ядрах, также подразумевается мишень в виде фольги или проволоки. Частицы, сталкивающиеся пучки, это протоны и антипротоны, и антипротоны на ядрах, и энергия в системе центра масс от 2,2 до 5,5 ГФ. Максимальная светимость 2 на 10 в 32-й, и магнитное поле в баррельной части соленоидальные 2 Тесла, который создается с суперпроводящим магнитом, охлажденным до минус 269 градусов. Линейные размеры детектора по ходу пучка порядка 18 метров из-за достаточно длинного переднего спектрометра, и в поперечном разрезе где-то 6 на 6 метров. Общий вес детектора порядка 700 тонн, и физический ран подразумевается начать не раньше 26-го года. Детектор Панда в первую очередь обладает очень хорошим преимуществом, это довольно высокоточная PID-система, которая представлена такими детекторами, как TOEF, RICH, DIRK, RANGE SYSTEM, и они позволяют хорошо идентифицировать разные виды частиц. Георгий, извини, ты можешь мышкой показывать, чтобы... Вот, к сожалению, я не могу. Я у себя ее вижу, но, я так понимаю, она не передается вам. Вот сейчас я пробую. Наверное, это не видно. Поэтому я постараюсь словами обозначать. Ну, в частности, RANGE-система, она обозначена здесь красным шрифтом, ну и остальные системы тоже представлены, практически все имеют как баррельную составляющую, так и для переднего спектрометра. Здесь представлен SPD-детектор, он тоже по количеству систем выглядит более лаконичным, но, тем не менее, обладает все необходимые системы тоже. Система вертикс-детектора около пучка, трекер на строу трубках, система PID, электромагнитный колориметр и RANGE-система. Тоже есть как баррельная часть, так и передняя эндкапы. Acceptance тоже 4P, работает в коллайдерной моде, как я упомянул, может сталкивать протоны, протоны, дейтроны и протоны с дейтронами. При различных энергиях в системе центра МАЗ. От 13,5 в случае дейтронов до 27 в случае протонов ГФ. Максимальная люминосность для протонов 1032 и 1031 для дейтронов. Магнитное поле квазисоленоидальное, предполагается порядка меньше одного Тесла. И линейные размеры очень тоже схожи в поперечнике с детектором PANDA, но из-за отсутствия переднего длинного спектрометра, а как в коллайдерной моде принято, два эндкапа, его линейные размеры вдоль пучка порядка 8 метров. Максимальный вес установки установлен порядка 1200 тонн. Это связано с ограничениями на усилие на пол холла SPD, поэтому не должно превышать 1200 тонн. И физические раны предполагается начать не раньше 2025 года. Ну, я вкратце пробегусь по физической программе PANDA. В первую очередь PANDA призвана обеспечить связь в понимании КХД на коротких дистанциях, на уровне кварков и глионов, и при переходе к барионам, мезонам, гиперядрам. Поэтому в программе присутствует как структура нуклонов, ядерная физика и адронная спектроскопия в различных каналах и проявлениях. Физическая программа SPD тоже достаточно обширная. В первую очередь наиболее интересные эффекты связаны с тем, что мы будем иметь дело с поляризованными пучками, поэтому здесь изучение глионов в протонах и дейтронов поляризованных. И здесь нас в первую очередь будут интересовать такие процессы, как Чермония, Open Charm и прямых фотонов. Но, тем не менее, также можно изучать кварки в протонах и дейтронах и проводить тесты основ КХД при низких энергиях, также иметь дело с экзотическими состояниями, мультикварки и, например, мультипартонный скатеринг, мультипартонные взаимодействия тоже. Пробежная система основана на технике детестирования частиц в слоистой структуре, где чередуются газовый детектор и железные пластины железного абсорбера. Пробежная система достаточно хорошо применяемая технология при детекции мионов, как тех, которые останавливаются абсорбером, так и тех, которые проходят его насквозь. В случае, если мионы останавливаются внутри пробежной системы, можно даже грубо определить энергию миона, зная, что мион теряет порядка полутора ГФ на метр в железе, при ДЕ по ДХ около 2 МФ на квадратный сантиметр на грамм. И в наших случаях выбран сэмплинг абсорбера от 30 до 60 мм. На этом слайде показана мионная система установки ПАНДА. Она призвана измерять мионы в широком диапазоне импульсном от субгевных до 10-гевных мионов. И это требуется для хорошей идентификации частиц. Состоит из баррельной части, где используется 3-сантиметровый сэмплинг с двумя 6-сантиметровыми слоями, внутренним и внешним, больше для конструктивных особенностей. И довольно обширной передней частью – это эндкап, мионный фильтр и передняя пробежная система. В передней пробежной системе используется уже более грубый, 6-сантиметровый, 15 слоев 6-сантиметровых пластин железа. Мионный фильтр здесь используется для двух целей. Помимо того, что он обеспечивает достаточную толщину абсорбера для промежуточных углов, он также является еще дополнительным экраном между солидонидальным полем, который в барреле есть, и диполем, который уже идет на передний спектрометр. В 2018-2019 году финальный дизайн мионной системы был согласован с Буткеровским институтом ядерной физики в Новосибирске. Они ответственны за дизайн и производство солидального ярма-магнита. Здесь на фотографиях вы можете видеть в сборке справа это ярмо. И слева тоже показано, что он уже полностью собран, конструкция сейчас находится в Новосибирске, окрашен и проведены финальные тесты еще буквально накануне Нового года. И вот 22-тонные двери, которые открываются для доступа к электронике или для, так сказать, инструментирования внутри ярма, имеют коэффициент трения порядка полпроцента, так что два человека могут с помощью простой ручной лебедки, совершенно спокойно их открывать. На этом слайде представлен концепт пробежной системы SPD. Она также основана на технологии пробежной системы, то есть чередующихся слоев абсорбера и детекторов. Это нужно для хорошей идентификации частиц, развлечения мионов от адронов с хорошей эффективностью и должна работать в полном диапазоне вторичных частиц при энергии в системе центра массы 12 до 27 ГФ. Используются два компонента. Это баррельная часть и эндкап часть. Ну и один из вариантов технических реализаций – это разделение эндкапа на заглушки и диски. Тем не менее, в общем остается то, что сэмплинг здесь трехсантиметровый с двумя тоже утолщенными слоями во внутреннем и внешнем слоях. И также обеспечивает примерно равномерную толщину по всем углам порядка четырех ядерных длин. Ну и основные цели системы – это идентификация мионов и разделение мионов от адронного фона, что является более сложной задачей при более низких импульсах порядка 1 ГВ и ниже. Ну и основные особенности системы в том, что, владая такой толщиной порядка четырех ядерных длин, пробежная система может быть использована так же, как и грубый адронный калориметр. Также, будучи использован как адронным калориметром, это единственная подсистема на установке, которая способна регистрировать нейтроны. Об этом я чуть позже тоже скажу поподробнее. Основным детектирующим элементом в системе являются мини-дрейфовые трубки. Они состоят из набора ячеек с анодной проволочкой посередине, то есть это тип алюминиевых трубок и арочи, но которые работают не в стримерном режиме, а в пропорциональном моде. Каждая трубка состоит из восьми ячеек с поперечником 1 на 1 сантиметр квадратный. Рабочая газовая смесь – это аргон СО2 в пропорции 70 на 30 процентов. И усиление газа вдоль анодной проволочки позволяет снимать сигнал порядка 3-7 микроампер. Профиль хитов, который образуется в системе, позволяет также производить трекинг мионов и адронов. И для того, чтобы осуществлять реконструкцию и восстановление координаты с более точным разрешением, можно использовать также время дрейфа, а не просто попадание в ту или иную ячейку. Основные положительные аспекты заключаются в том, что детектор сделан из повторяющихся ячеек, и свойства описываются одинаковые для всех ячеек. С точки зрения эксплуатации довольно полезный факт в том, что порванные проволочки локализуются внутри ячейки, не выходят наружу, и это позволяет во время эксплуатации отключать не трубки целиком, а отдельные ячейки из рейдаута. Ну и также для некоторых экспериментов алюминиевый профиль позволяет делать самоподдерживающиеся структуры из трубок, которые позволяют сделать большие мионные стенки. На картинках вы видите как разрез одной трубки из восьми ячеек наверху, так и два вида трубки сверху. На левой картинке это трубки, которые применялись в экспериментах Дезира и Компас. Они с закрытым алюминиевым профилем. И право – это трубка, которую планируется использовать в ПАНДе и СПД. Здесь используются технологии открытого профиля, и это позволяет использовать стрипы, на которых наводится сигнал от проволочек для снятия второй координаты. Собственно, на этом слайде показаны сигналы, которые снимаются с усилителя Ампулы 8.3 при 50-омной нагрузке. Слева показаны отдельные события, справа – усредненные по количеству событий по некоторому. И наверху показан сигнал со стрипа, снятый, и сигнал с проволочки внизу. Поэтому сигнал, как я говорил, на проволочке порядка 3 до 7 микроампер, но для стрипа требуется одного каскада мало, поэтому используется двухкаскадное усиление. Извините, какое напряжение на проволочку подается? На проволочку подается порядка 2250 вольт, то есть 2,3 киловольта. Также были сделаны геометрические модели с помощью Janta 4 для обеих мионных систем, для Панды и для СПД. Слева вы видите компоненты установки Panda, довольно детально прописанные, просимулированные с помощью Janta 4 и интегрированы в программный пакет Panda Root. Справа аналогичная предварительная версия, которая пока состоит из баррельной части и двух эндкапов одинаковой толщины, четыре ядерной длины, и также она инкомпсулирована в программный модуль SPD Root. Ну, здесь хочется отметить, что каждый из этих программных фреймворков выбраны Panda Root и SPD Root, это ветки Fair Root, так что здесь удобно то, что они имеют общую философию, ну и также параллельно развиваются. Теперь я хотел перейти к прототипу пробежной системы, который установлен на монохроматическом тестовом пучке частиц Т9 на акселераторе, на ускорителе PS в ЦЕРНе, который дает монохроматический пучок до 15 ГФ. Здесь на фотографии видно прототип, который установлен по ходу пучка, пучок идет слева направо, также прототип снабжен ТОВ-детекторами, один из которых вот здесь виден, он стоит непосредственно перед детектором для идентификации частиц в пучке, и также черенковский счетчик, который на картинке не виден, но также он стоит на пучке для разделения частиц идентификации в пучке. Изначально прототип был разработан для панды, для спектрометра, но оказалось, что также задачи, которые ставятся в СПД, практически полностью могут также быть решены с помощью этого прототипа. Прототип представляет собой установку весом в 10 тонн, здесь используются два вида сэмплинга, 30 и 60-мм абсорберы железные, между ними располагается 22 детектирующих слоя МДТ-детекторов, съем ведется с двух координат, с проволочек и со стрепов, всего используется 288 трубок однометровых и 22 плоскости стрепов размером 1 на 1 метр. Ну и соответствующая фронт-энд электроника, 2160 каналов ряда с проволочек и 764 со стрепов, ну и, как я уже упомянул, также используется ТОВ-система и черенковский для идентификации частиц в пучке. R&D-программа, которая планируется и изначально планировалась для панды делать с помощью прототипа, это тестирование алгоритмов разделения меонов и адронов фона, это прямая калибровка энергии адронов, также это настройка оцифровки сигнала для Монте-Карло и также тестирование аналоговой и цифровой фронт-энд электроники. Здесь на фотографии видно тот же прототип, но установленный в вертикальной позиции, что позволяет, в частности, для тестирования электроники не держать его постоянно на пучке, поскольку выделяется достаточно ограниченное время, а использовать его на космических меонах. Вот для задачи от тестирования электроники одна из последних была связана с тем, чтобы заменить цифровую плату, основанную на чипах F1, которая использовалась для цифрового оцифровывания сигнала и также используется в коллаборации Компас, и заменить ее на плату с использованием FPGA Xilinx на чипе ARTX-7. Здесь вы видите блок-схему, на которой представлен сам FPGA, и на него подается аналоговый сигнал с усилителя дискриминатора, и это можно считать консервативной частью, поскольку она должна оставаться неизменной как для PANDA, так и SPD, системы сбора данных. А дальнейшая часть может быть адаптирована после того, когда будет окончательно принято, как будет выглядеть DAC в PANDA или в SPD, и, соответственно, эту часть можно менять и адаптировать под те необходимые требования, которые представлены DAC-системой. В данном случае на прототипе пока она работает во фреймворке эксперимента Коспас, поэтому DAC здесь адаптирован именно под этот. вид. На этом слайде представлены два вида треков. Слева трек Меона космического, снятый с помощью ASIC-F1 чипа, и справа практически то же самое, только две плоскости, плоскость 17 и 18, заменены на плату, которую только что показывал на предыдущем кадре как раз с использованием ARTX-7 чипа. И мы видим, что восстанавливается трек, то есть ARTX-7 и FPGA, сама плата работает в режиме эмуляции F1 и справляется с этими задачами. Также справа показаны временные спектры, они тоже достаточно хорошо совпадают, как по ширине, так и по форме. Наверху это F1, а снизу это FPGA. Только разница в биннинге для F1 – это двухнаносекундный биннинг, ну а для FPGA – пятинаносекундный, что, в общем, тоже полностью соответствует тем задачам, которые выполняются. Следующая задача для прототипа была настройка параметров дигитизации для Монте-Карло. Для этого использовалась детальная модель прототипа, которая также была просимулирована в Janty IV и интегрирована в оба пакета – в Ponderut и в Gospedirut. Справа вы можете видеть пример прохождения частиц через вот такую симулированную установку. На левой картинке представлен Мион, проходящий через прототип, ну а справа протон ОВ6-ГЭН. И нам это позволяет использовать довольно простую систему для дигитизации, которая основана на выполнении одного из двух критериев. Это минимальное расстояние, которое частица проходит в активном объеме не менее одного сантиметра, или минимальное энерговыделение в этом активном объеме не менее одного КЭВа. Внизу показаны три распределения, которые сделаны на шести ГЭВных протонах, то есть это отклик, хлориметерический отклик в установке. Здесь на левом графике это отнормированное распределение количества хитов в событии, то есть мультиплисити, хит мультиплисити. И мы видим прекрасное, так сказать, соотношение между данными Монте-Карло. Два правых графика, они показывают среднее распределение хитов послойно, то есть это, в принципе, описывает продольное развитие ливня. А среднее количество хитов на проволочку на правом графике описывает поперечное развитие хитов. Ну и ширина здесь определяется, собственно, профилем пучка и окном того ТОВ-детектора, который у нас стоит непосредственно перед прототипом. Мы тоже видим довольно хорошее соответствие данных и Монте-Карло, что говорит о том, что такие параметры для оцифровки сигнала довольно хорошо работают, позволяет нам настраивать Монте-Карло. Источники фона для детектированных мионов – это, в первую очередь, пионы и прочие адроны, которые также проходят абсорберы только с винизационными потерями. Также это могут быть мионы из распадов пионов на лету, ну и мионы, которые родились во время образования ливня при проходе адронов через абсорберы. И прототип, в частности, можно использовать как систему 3 в 1, то есть различный сэмплинг абсорберов 30 мм и 60 мм позволяет нам смотреть, какой будет отклик, какой будет паттерн частиц, проходящих через прототип. В частности, если использовать первую половину, то есть 30-мм сэмплинг, это будет соответствовать баррельной части в ПАНДе и в СПД. Если использовать более толстые пластины абсорбера, то это будет соответствовать анткапу плюс мионный фильтр в эксперименте ПАНДА. Ну а вместе они фактически описывают сэмплинг, который используется в передней пробежной системе в эксперименте ПАНДА. На этом слайде показаны треки, хиты, которые оставляют при прохождении через прототип мионы и пионы. На верхних картинках показаны мионы и пионы с импульсом полгэва. На зеленом фоне это хиты, которые сняты с проволочек, на сиреневом фоне это хиты со стрипов, то есть как бы две проекции одного и того же трека. А на нижних картинках те же мионы и пионы, но 10-гэвные. Ну и мы видим, что на верхней картинке мионы и пионы практически неразлетимы между собой. Единственное, может быть, небольшое различие, это их глубина пробега в системе. А на нижних картинках мы видим совершенно разные профили. Мион проходит насквозь, по прямой, в то время как адроны начинают давать ливень, начиная с какого-то слоя. И, используя такие различия в их профилях, мы можем найти переменные, которые, собственно, чувствительны к этим различиям при прохождении мионов и адронов, и подавать их на вход различным алгоритмам машинного обучения. В частности, я расскажу, как были использованы пять переменных. Это множественность хитов, событий, последние и передние, и первые слои, на которых зарегистрированы хиты. Номер слоя, на котором начинается ливень адронный, то есть первый слой, где начинается как минимум двоение хитов. И таких слоев должно быть последовательно не менее трех. Ну и, например, последний номер слоя и количество хитов на нем, что соответствует ширине и развитию ливня. В принципе, количество этих переменных можно расширять до достаточно большого числа, но многие из них скоррелированы, поэтому не дают такого эффекта в алгоритмах разделения. Ну и в качестве алгоритмов был использован алгоритм классификации «Случайный лес». Это ансамбль деревьев решений, и он используется для разделения между сигналом, ионом, и бэкграундом. Фон здесь у нас – это любой адрон, не обязательно пионы, может быть, и протоны, и другие частицы. Мы это использовали как на данных, так и на Монте-Карло. Ну, выбор алгоритма заключается в том, что он довольно хорош для бинарной классификации, то есть сигнал-фон, и существуют библиотеки программные для его использования. Он достаточно прозрачен, то есть можно смотреть детализированно, на каких этапах происходит переход от одних переменных к другим. Ну и здесь в качестве обучения использовалось порядка 70% событий, и 25% отводилось на тестирование. Также случайный лес – это обладает небольшим количеством гиперпараметров для настройки, что тоже довольно хорошее преимущество. На этом слайде показаны три переменные. Это множественность хитов в событии, последний лейер, последний слой прототипа, на котором есть хиты, и слой, на котором начинается ливень. Эти три чувствительные переменные использовались для разделения между мионным и протонным сэмплом. Сэмпл взят из данных с пучком 6GF, и с помощью TOF-детекторов мы разделяли протоны и мионный сэмпл при этих импульсах. Мионный сэмпл, к сожалению, при таком разделении не совсем чист, потому что в нем есть примесь пионов и электронов, но в дальнейшем мы также планируем использовать черенковские счетчики, которые должны эту проблему устранить, и сэмпл мионный будет более чистым. Тем не менее, алгоритм предварительно работает на данных с примерно 93% точности. Ну и видно, что основная переменная, которая при этих энергиях срабатывает и обладает наибольшей чувствительностью, это последний слой, на котором присутствуют хиты, то есть разница в пробеге мионов и патронов. Аналогичные распределения на Монте-Карло, тоже мионные сэмплы, здесь они уже, естественно, чистые, поскольку это сгенерировано в Монте-Карло. Ну и точность алгоритма здесь порядка 95%. Также было просканировано на Монте-Карло различные импульсы частиц от 1 ГФ до 14 ГФ вплоть. И можно видеть, что, собственно, алгоритм классификации выделяет переменные на разных импульсах. Те или иные переменные разные оказываются более чувствительными. В частности, при малых импульсах, в серединке, это последний слой, на котором присутствуют хиты, дает хорошее разделение. Мы видим, что мионы, это красные гистограммы и протоны, очень хорошо разделены. Далее, когда мы переходим к 6 ГЭМам, мионам и адронам, мы видим, что здесь, в принципе, тоже та же переменная работает относительно неплохо, но и переменная начала ливня тоже дает неплохое разделение. Ну и при переходе уже к высоким энергиям наиболее чувствительной переменной является общее число хитов событий, то есть хит-мультиплисити. На этом слайде показаны, собственно, переменные, которые обладают наибольшей чувствительностью, чем длиннее в гистограмме столбик, тем та переменная более чувствительна. И мы тоже самое, с большей детализацией, 1, 2, 6, 10 ГЭФ, теплоиды 14, можем видеть, где какие переменные работают. Как я уже сказал, на низких, при низких импульсах наиболее чувствительные это глубина прохождения частицы в прототипе или вообще в пробежной системе. А при высоких это общее мультиплисити хитов на события. Здесь, на этом слайде, представлена эффективность работы алгоритма. В качестве метрики использовалась точность классификации мионов и пионов, ну, в данном случае, или протонов, то есть адронов. Ну и также accuracy всего алгоритма, то есть его эффективность работы. Ну и видно, что адроны классифицируются с точностью больше 97%, мионы классифицируются чуть похуже, их точность больше 94%, ну и общая эффективность алгоритма случайного леса это около 95% и выше. Примерно такие же результаты были получены с использованием деревьев решений, то есть это схожие алгоритмы, только не ансамблевые, а единичные дерева. Ну, результаты чуть похуже, но очень сравнимы. Ну и понятно, что нам нужно больше точек данных, чтобы делать непосредственное сравнение с Монте-Карло, ну и также, как я уже упомянул, требуется дополнительная очистка мионных сэмплов для того, чтобы на данных провести более серьезную классификацию между мионами и адронами. Теперь несколько слов о адронной клариметрии, то есть пробежная система используется в режиме адронного клариметра, она делается посредством измерения полного числа хитов событий. Ну и здесь мы видим при различных сэмплингах 30 мм, абсорбер слева и 60 мм. При прохождении протонов отклик системы показан вот на этих картинках. левая картинка соответствует толщине порядка 2,3 ядерной длины, а правая порядка 5,2 ядерной длины. Мы видим, что достаточно хорошая калибровочная полинейная зависимость. Ну и как только будет готов аналогичный прототип для SPD детектора. Это аналогичные калибровки можно будет провести и на тестовом пучке на нуклатроне. Также была проведена калибровка на антипротонах. Здесь мы получили пока только одну точку в планах получить и другие тоже точки, но тем не менее мы видим, что на сэмплинге 60 мм, что соответствует толщине порядка 5,2 ядерной длины, то есть соответствует передней пробежной системы для пандодетектора. И последнее, о чем я хотел бы сказать, это способность пробежных систем регистрировать нейтроны. Это тоже очень полезная опция, которая идет, так сказать, в комплекте с пробежной системой. Справа на картинке вы видите регистрацию в пучке аммионов прохождения через прототип протонов, где начинается ливень через некоторое время, через несколько слоев. и также регистрация нейтронов, то есть отсутствие хитов в начале и после чего после взаимодействия также дает адронный ливень. Ну и методику, которую мы применяли на прототипе, это использовали такой же пучок протонов на пучке Т9 Т9 ускорителя ПС, использовали карбоновую мишень как источник нейтронов, установленный прямо непосредственно перед прототипом, ну и сенсиляторы для протонного вета. И вы видите на этих картинках тоже как хорошо виден паттерн регистрации нейтронов. Ну и собственно в качестве резюме хочу сказать, что пробежные системы для экспериментов Panda и SPD основаны на мини-дрейфовых трубках и железных пластинах в качестве абсорбера и оснащенные аналоговой и цифровой электроникой полностью соответствуют тем задачам, которые ставятся в экспериментах. И хочется отметить практически полную синергию между Panda и SPD и мионными системами то есть как на уровне компонентной базы, так и технологической в принципе могут использоваться одни и те же технологии. Лишь дальнейшее использование электроники и ее производство будет зависеть от тех конкретных реализаций системы сбора данных DAC, которые будут приняты в эксперименте SPD и Panda, но также есть и консервативная часть, которая остается неизменной. Ну текущий статус заключается таков, что есть полностью сделанные проектные дизайны пробежных систем для обоих экспериментов, созданы модели JAN-4 для Panda и SPD пробежных систем, а также для прототипа, для изучения Монте-Карло. Прототип полностью оснащен и функционален, он участвовал в ранах набора данных с 2017 по 2019 год на пучках с различными частицами, и также предварительное применение алгоритмов разделения меонов и адронов, сделано с помощью алгоритмов Decision 3 и случайный лес Random Forest, ну и в наших планах найти оптимальный алгоритм для разделения меонов и адронов в широком диапазоне от полгэва до 10гэв, также продолжить адронную клориметрию для антипротонов, нейтронов и пионов, как функции их импульса, ну и также настройка Монте-Карло дигитизации в других точках по импульсу на данных и тестирование оцифровки сигнала в широком диапазоне по импульсу. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо, Георгий. У меня парочка вопросов. Вот, если можно, чуть подробнее, наверное, я пропустил про МДТ с открытым катодом вы говорили, да? Да. Вот, то есть, что получается, что там не сплошная, не сплошной катод из алюминия, да, набор стрипов идет? Да, да, перпендикулярно будет идти плоскость, на которую нанесены стрипы, в данном случае на прототипе мы используем трехсантиметровые стрипы. Стрипы идут перпендикулярно проволочкам? Перпендикулярно проволочкам, да. И координация? Сигнал, таким образом мы снимаем второй координат. И эта координата перпендикулярно с какой точностью определяется? Ну, три сантиметра у нас стрип, поэтому мы можем сказать, трехсантиметровые. Ну, на корень из 12 как бы. Ну, да. Понятно, а вот когда вы набираете эти слои из МДТ, они взаимно перпендикулярны или нет? Или все проволочки одинаково будут? Нет, проволочки ориентированы одинаково, ну, и стрипы одинаково тоже ориентированы, то есть мы не меняем. Вторая координата чисто по стрипам везде будет. Да-да-да, то есть слои между собой абсолютно идентичны. Понятно, еще тогда вопрос, вот сейчас вы моделировали от одного ГЭО показывали и выше, да, сепарацию? Да. То есть ниже одного ГЭО там совсем все плохо, да? На Монте-Карло можно смотреть, да, но пока пучковых данных у нас нет, то есть прямого сравнения произвести нельзя, ну, конечно, да, там сложнее. Понятно, еще вот картинки, да, там эффективность и вот точностью назвали, но я привык к там эффективности и как бы частота сэмпла, типа пьюрисов, можно так называть. Частота. Вот, ну, вот эта частота, она не совсем то же самое, что пресижен, да, получается? Нет, нет, это, ну, грубо говоря, действительно, это общая работа алгоритма для, так сказать, обоих классов, да, то есть и для класса, как мы классифицируем ионы, положительные, и как мы классифицируем андромы. Если более привычные, так сказать, переменные, да, то эффективность регистрации ионов, и тут же на этой картинке частота сэмпла, отобранного ионового, и то же самое там для протонов, допустим, или пионового. Ну, понятно, что это будет похоже картинке, но не совсем, да? Владимир? Так, еще что-то, еще я вспомнил вопрос. Ну, в общем, сроки запуска, да, MPD, то есть не MPD, SPD и панды, где-то он называется, там, 26-27-е года, близкие сроки. То есть как вы сможете, как говорится, запустить одновременно системы там и там и их обслуживать? Ну, это пока прогнозируемые сроки, да, то есть мы как бы ожидаем, но тем не менее, все равно они начинаются не единовременно, так сказать, в одно и то же время и с разделением, поэтому по мере, например, в Пандзе уже сейчас мы начинаем делать в ближайшее время баррельную часть, то есть это уже разнесено по времени, передняя часть спектрометра будет делаться позже, все это разделено на фазы, так что нельзя сказать, что одно началось и начнется, и тут же начнется другое. Я думаю, все это будет как-то расфазировано, поэтому, во-первых, мы сможем как-то распределить усилия. Ну и тот факт, что, как я говорю, есть синергия между двумя проектами, это тоже значительно упрощает задачу. Нет необходимости как бы производить совершенно разные детекторы или что-то еще, а, так сказать, делать. Это же разные наборы трубок, да, Ну, геометрически, да, но технологически, как бы, примерно, тоже самое. Хорошо, спасибо. Владимир, алло. Да, это Алексей, да, Алексей? это Геннадий Алексей, Привет. Значит, я парочку... Погромче, Ген, чуть поближе к микрофону. Вот сейчас слышно? Да. Еще чуть поближе. Микрофон почти облизываю. В смысле, экран. Ну, может, чувствительность поднять у него там. Да, динамик поднимается, а как микрофон, не знаю. Значит, я что хотел сказать? Комментарий вопросом правильным. Первое, я тоже, меня это немножко забавляет, вот это вот, такая, precision, accuracy, в отличие от эффективности. Как я понимаю, вот это, здесь написано на формуле, сейчас на слайде, собственно, accuracy, это больше имеет отношение, грубо говоря, к эффективности алгоритму как такового, поскольку он, видишь, он два выделенных объекта, которые ты хочешь разделить, пионы и пионы, вставляет, а все остальное, вот это вот, знаменатель. То есть, это accuracy, как бы, больше относится к технике программной, алгоритма. А вот нам ближе, мне кажется, ближе к эффективности, которую ты спрашивал, и которая мне нравится. Ну, правильно, как бы, более привычные перемены, да, это эффективность и частота. Да, левая, вот этот precision, это фактически тождественно нашей эффективности разделения, когда внести с него на объект ру, и он с фоном. Вот это вот, мне кажется, efficiency в своем понимании, в моем, это вот левая дверь. Ну, правильно, я к тому, что просто можно немножко перерисовать эти... Ну, да, ну, масштаб примерно похожий, но когда речь идет о процентах уже, иногда бывает нужно, вот это скорее нам нужно пользоваться, наверное, на физику больше влиять будет престижно. Вот. Теперь по поводу, вот более существенный вопрос, по поводу вот этого времени между проектами начала и интерференции всяких такого рода. Синергия, это, конечно, позитивное очень свойство, Георгий упомянул, она позволяет, занимаясь, в общем-то, одной задачей, что вот по прототипу, что по производству, что по электронике, покрывать интересы двух больших мегасайенс проектов. Вот. Но ты прав в том плане, что если вот этот временной лаг между, собственно, большой работой, изготовлением, мануфактурой, между пандой, которая раньше начнется, видно уже, вот, с этого года мы контракт должны подписать. И SPD, вот этот временной лаг, он должен быть, конечно, ну, годика 2-3, чтобы совсем комфортно было. Это первый момент. А второй момент. Мы всегда говорили, когда начинали проект и на МТСах, и на ПАКах, что мы предполагаем, кроме вот этой синергии, пользоваться все-таки ресурсами лаборатории, может, в целом, более широким институтом, об этих двух проектах. Потому что, конечно, сил просто одного отдела, относительно многочисленного, изначально было ясно, не хватает, чтобы вот просто не привлекая никого. Поэтому мы и в частном порядке, и вот с пользой семинарами, МТСами, приглашаем всех заинтересованных присоединяться, поскольку, как мы делали проект Ферми Лаби Д0, Компас, вернее, мы делали путем вот объединения ферми лаборских усилий с разными подразделениями. Я думаю, та же самая схема, она будет жизнеспособна вот для этих двух проектов. Понятно? Хорошо, спасибо, Ненадий, за комментарий. Так, я смотрю, рука поднята, Сергей Васильев. Да, у меня вопрос такой, значит, у вас хорошее согласие в маркиплисите между джантом четвертым и экспериментом. Для отбора вы выбирали, в принципе, порог 1К. А у вас есть случайно самый слайд, показывающий энергетические потери в одной газовой ячейке в сравнении с экспериментом? Есть такой у вас? Нет, к сожалению. То есть, вопрос такой, хорошо ли джант четвертый отражает экспериментальные потери. То есть, получается ли хороший ландау там? Чтобы выбирать четыре, скажем, порог 1К. Нет такой у вас картинки? Да. Как вы выбирали 1КФ? Ну, КФ это просто, то есть, у нас ячейка 1 на 1 сантиметр, поэтому, как бы, расстояние 1КФ и 1 сантиметр. Ну, правильно. А потери, там же, потери же в газе, которые подчиняются, скажем, ландау, распределения нет у вас, Да, к сожалению, не могу продемонстрировать данную в этой аппетитации метра. Еще вопросы, пожалуйста, Георгию. Так, Анна Скачкова. Ладно, у вас микрофон выключен. Сейчас слышно? Да, слышно. У меня вопрос по слайду 28. Георгий, ты можешь как-то объяснить, это меня несколько смущает, почему на 6 ГЭВах наблюдается некий провал в эффективности разделения? Да, у меня есть какое-то объяснение, то есть, как я показывал вот на этом слайде, где у нас есть важность тех или иных переменных, которые вносят больший вклад в разделение между сигналом и фоном, скажем, на низких энергиях, при низких импульсах у нас однозначно есть переменные выделенные, это вот последний сработавший слой, то есть там, где у нас есть хиты. То же самое при высоких импульсах однозначно лучше всего разделение идет в хит-мультиплисити. А вот на промежуточных, можно сказать, энергиях, в районе 6 ГЭВ у нас таких переменных точных, которые бы лучше, по ней можно было вести разделение, поэтому, так сказать, здесь взвешенно используются вот несколько переменных в алгоритре. Поэтому одна из которых вот это начало подробного ливия. Ну и наверняка, то есть это достаточно такая свободная переменная, то есть как ее определить, с какого момента начинается двоение или должно быть троение, сколько, то есть как параметаризовать начало ливии, это вот довольно размытые определения. Может быть, вот связано с этим, то есть то, что именно на этих, при этих импульсах нету, не найдена пока такая переменная, которая бы хорошо могла разделить. Поняла. Спасибо. Спасибо, Георгий. Вот еще вспомнил, хотел спросить, какой процент выхода проволочек из строя вот на опыте до нуля, компаса? Ну, наверное, за всю экспозицию эксперимента, мне как бы известную, за последние, может быть, лет 10 работы Дезира, это буквально, наверное, порядка десятка, то есть это, ну так, единицы, можно сказать так, начало десятка. То есть это совершенно небольшое количество, ну, десятки. В процентном отношении это сколько там? Ну, это доля процента. Доля процента. А зачем они выходят из строя? Из-за чего? Рвутся, что ли? Рвутся, да. Да. Иногда при прикладывании напряжения, то есть когда поднимается высокое напряжение, при пропускании, то есть вот на этих процессах в какой-то момент может происходить трип, вот, и проволочка просто в каком-то слабом месте, она просто рвется. Вот можно, Георгий, помочь тебе еще с ответом, поскольку ты немножко не твоя, пусть ты правильно все ответил, тем не менее, вмешаться в ответ можно? Конечно. Значит, вот по поводу вот этой частоты, ну, у нас где-то в Д0 50 тысяч проволок масштаба, а вот процент отказов за два десятилетия, вот Георгий сказал, там, штучные, нас тоже это удивляло, но потом мы пришли к выводу, что все-таки мы имеем большие километры этой проволоки, если у вас технологически, где-то, условно говоря, при, значит, вытяжке проволоки, технологически, есть какая-то маленькая каверна, вы ее натягиваете с конкретной силой, есть сечение всегда с какой-то вероятностью, какая-то точка на этих километрах найдется, сечение поменьше, а сила та же, поэтому попадаем вот так тихонечко в текущую пластическую деформацию, и когда-то с годами она немножко там добавляет высокое в смысле натяжение, но, наверное, просто изначальные 200 грамм, и рано или поздно эта точка проявляется и проволочка крякает, вот и все. Хорошо, спасибо. Так, еще вопросы, коллеги? Анна Скачкова поднята рука или это не опущена была с прошлого раза? Да, это с прошлого, извините. Хорошо. Кто-нибудь еще хочет задать вопрос Георгию? Не вижу. Ладно, тогда спасибо, Георгий, за интересный семинар, доклад и успехов в дальнейших расчетах и вам с продвижением этих ренч-систем для важных... Спасибо. Спасибо. Тогда завершаем конференцию. Всем до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok